Добрый день еще раз, уважаемые радиослушатели, продолжаем работу в прямом эфире, и сейчас у нас в студии исполнитель директор Латвийской ассоциации вещательных организаций Андрис Кенненч, добрый день. Добрый день. Да, ну вот, конечно, было бы интересно, может быть, для начала, такой у вас взгляд, ваши ощущения от того, вот как сейчас живет, как себя ощущает, ну вот частное телерадиовещание в условиях пандемии, потому что я помню, наверное, ну, время бежит быстро, около года тому назад действительно мы говорили о такой тревожной тенденции, во-первых, рухнул по понятной причине из-за всех этих ограничений рекламный рынок, и несмотря на то, что такой парадокс, когда наоборот люди нуждаются в качественном информационном вещании и в таком конкурентном вещании многообразия информации, столкнулись вот с такими серьезными проблемами, что сейчас, вот как бы вы сейчас охарактеризовали, такая средняя температура по больнице? Средняя температура по больнице, я бы сказал, что она тревожна, она может быть немножко лучше, чем это было в прошлом году, но только что это было в прошлой неделе, латвийская рекламная ассоциация, она опубликовала данные рекламного рынка, это уже официальные данные рекламного рынка, он, конечно, немножко лучше, чем этот рекламный рынок был в прошлом году, но все равно он гораздо меньше, чем он был перед COVID-19, кризисом или как можно сказать, и поэтому ситуация, она может быть стабильная, но очень такая, не знаю, как лучше сказать. Все равно еще тревожная, тем более, что мы не можем прогнозировать, как дальше все будет это развиваться. Нет, ну, я бы сказал, что COVID эти последние полтора года, которые мы живем в этом, в COVID-ситуации, она была только катализатором того, в какой, я бы сказал, в яме или экстремальной ситуации работают наши СМИ. Коммерческие СМИ, конечно, все, ну, я бы сказал, 95-97% их прибыль от рекламного рынка, и как мы знаем, у нас рынок маленький, как рекламный рынок у нас и жителей в стране, ну, скажем так, недостаточно, чтобы мы могли с этими доходами как бы делать программы, и так как у нас сейчас идет, ну, мы в этом глобальном процессе глобализации и дигитализации, и то, что люди все больше потребляют дигитальные СМИ, конечно, деньги для, скажем так, этих классических СМИ, как радио, телевидение, пресса, остается гораздо меньше, и, конечно, это влияет на наши способности делать оригинальный и качественный контент здесь в Латвии. Так что это уже как бы такая ситуация, она уже как бы созревала уже долго-долго-долго, а COVID это был просто такой очень большой удар по всему, как бы по всем СМИ Латвии. Конечно, мы можем сказать спасибо политикам или государству, что они нашли какие-то способы и старались помочь СМИ, но все равно эта помощь, я бы сказал, она все равно не не может компенсировать того, что мы как бы потеряли, и даже если она компенсирует какой-то большой процент того, чего мы потеряли в этой ситуации COVID, она никак не компенсирует то, что мы уже потеряли перед этим, и никак нам не дает возможность развиваться. Поэтому я бы сказал, что ситуация, она может быть более-менее спокойная, но все равно она очень критическая. Вот такой-то вопрос хотел задать. Ну вот есть у власти понимание того, что вообще, ну медиа, латвийские медиа, это такой, ну вот вопрос вообще национальной безопасности, стратегической безопасности страны, это неважно, это общественное телевидение и радио, или частное телевидение и радио, это такой вот действительно вопрос национальной безопасности, но не только с точки зрения того, что мы сейчас будем за вами внимательно следить и контролировать, а с точки зрения того, что надо как-то поддерживать материально, не только вот этот короткий период, там сколько там, 4-5 месяцев, потом, ну типа вы сами как-то выживаете. Я думаю, или у моего ощущения сейчас, что это понятие, ну постепенно оно становится, приходит. Да, мы об этом уже говорим как бы много лет, и я бы сказал, что нас слышали, но такое реальное как бы действие, которые бы помогли в СМИ, не было, но мы видим, что вот этот период ковида нас как бы услышали, и у нас есть надежда, что какие-то позитивные как бы тенденции, они будут продолжаться и в следующем году, и вперед. И что очень важно, что президент страны, он тоже это как, ну как бы он этом, в этом году он вышел с таким, как бы, как это сказать, ну своим видением насчет интернационного СМИ, да, да, и он очень как бы детально поставил, не поставил, а расставил такие точки и определил, где место СМИ в демократической, ну, стране, и что это вообще очень важно. Да, что это очень важно. Независимые СМИ, ну нет демократии без независимых СМИ, простите за банальность. Да, ну тут очень просто, да, мы очень правы, да. И я думаю, что этот тоже, как бы, выход президента, он тоже дал очень большой, ну такой толчок, толчок, да, в государственном понимании того, насколько важны СМИ для нашей демократии, для этого информационного поле, как оно важно, сейчас вот тоже в этом процессе, как, не в процессе, это неправильное слово, но когда сейчас идет эта дезинформация, и это, да, как вы говорили, это вопрос на национальной безопасности. Да, вот, вот все-таки, поскольку вы по долгу, как бы, вот своей работой общаетесь и с парламентом, с теми депутатами, по крайней мере, которые работают в этой профильной комиссии по правам человека, вот после того, как он дал этот толчок или это заявление, что-то вообще, вот, не знаю, зашевелилось ведь. Одно дело, это очень хорошо, что президент выступил, что он понимает ситуацию, но другое дело, ведь ничего без практических поправок, законопроекта, правил Кабинета министров, ничего дальше не движется от того, что президент выступил при всем к нему уважении, дальше ничего же не произойдет. Ну, первое, то, что происходит, ну, как бы, мы пока видим, что это происходит, мы тоже со своей стороны спрашивали, и, как бы, мы у нас услышали насчет того, что в следующем году надо продолжать эти, давать деньги, как бы, ну, через медиафонд коммерческом семье. Подолжать поддержку. Да, продолжать поддержку, и, ну, сделать больше этот объем денег, который, ну, как, ну, да, эту поддержку просто сделать побольше. И то, что мы сейчас, как бы, чувствуем, что от политиков есть понимание этого, что это реально нужно, и, как бы, нам не надо сейчас идти и доказывать это. Ну, это, как бы, ну, мы чувствуем, что нас услышали. Там, конечно, это просто, это маленький, или первая, как бы, первая ступень того, чего надо делать, там, список вещей, которые мы должны поменять, отрегулировать, конечно, очень большой, но мы, как бы, начинаем с этого первого, потому что мы понимаем, что выработка любого закона или, там, поменение, ну, изменение в любых системах, это очень, ну, такой постепенный и, как будто, ну, процесс, который просит какое-то время, но чтобы наши СМИ не закрылись завтра, ну, первое – это, как бы, реальный финансовый, ну, финансовая поддержка. Поддержка, да. И, ну, и вот в этом случае мы, как бы, увидим и слышим, что это будет на следующий год, поэтому вот эта первая ступень, как бы, есть, если она довольно стабильная, тогда мы будем говорить уже дальше, но мы уже говорим, у нас есть разговоры с Министерством культуры, в которой есть этот Мэйда и Пол Текис Ноделя, который, как бы, ответственно за политику СМИ в государстве, у нас есть с ними тоже очень хороший контакт, и мы делаем какие-то, ну, эти, следующие, мы уже планируем следующие ступеньки, по которым мы будем идти, которые вещи мы будем, как бы, менять, ну, например, там надо в законе какие-то там изменения делать, ну, вот, или даже новый закон надо писать, потому что дигитальная – это, ну, как бы, лайкмэц, как это будет, эпоха дигитальная, в которой мы сейчас живем, но она очень поменялась, ну, как бы, с тех пор, когда приняты те законы, на которых мы сейчас, как бы, работаем. А законы еще те до такой, да. Да, 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 и поэтому там нужно много изменений, чтобы наши СМИ были более конкурентоспособны в глобальном рынке, и там еще рекламные всякие вопросы, так что это, ну, да, у нас еще есть много чего делать, но я слышу или чувствую, что нас, как бы, слышит. Конечно, я реально смотрю на вещи, я не верю, что сейчас все поменяется в один день, но хотя бы мы медленно идем вперед. Но одно, как бы, и я, и по-большому, самое главное, что, по-моему, сейчас все или многие, как бы, политики или создаватели политики и понимают, что Латвия маленькое государство, и мы в этом глобальном, как бы, рынке не можем, СМИ не могут жить без поддержки государства. Ну, просто вот есть страны, которые большие, у них, может быть, ну, как бы, другая историческая ситуация, и все, наша конкретная ситуация такая, что наши СМИ без поддержки не смогут, ну, как бы, выжить. Особенно, если мы говорим по те СМИ, у которых есть часть контента, информационное вещание, мы же понимаем, насколько это дорогостоящее удовольствие, если так можно сказать, даже, ну, хорошо, радио, большие выражения, я представляю, какие выражения, допустим, телевидения делать ежедневные новости, если мы говорим о частном телевидении, да? Это самое, ну, как бы, основано, ну, как бы, если мы говорим о местных СМИ, ну, тогда это главная основа, почему они здесь есть, потому что они делают этот местный контент, и, конечно, он очень дорогой, и, конечно, например, в телевидении дешевле и легче купить какой-то сериал и фильм, и его поставить в эфир, и там, может быть, даже будут какие-то моменты много зрителей, но это, как бы, это могут делать и СМИ, которые не наши, не местные, там, и в интернете мы все это можем видеть. Нам главное сделать свой контент, это, по-большому, единственный вариант, как нашим СМИ выжить, потому что, ну, любой фильм ты можешь, ну, как бы, посмотреть, или, там, ну, как бы, не только в наших СМИ, полный интернет и полный эти поклопоим снедзай, которые… Да, те, кто оказывают услуги, да, они могут быть, там, не знаю, там, Netflix или, ну, там много-много-много, можно этот список длинный, но чтобы привлечь местных зрителей и слушателей, очень важен этот местный контент. Это, по-большому, это единственный контент, с которым мы можем, как бы, конкурировать, конкурировать с другими СМИ. И чем этот местный контент будет, не только, чем его будет больше, но чем он будет и качественный, да, тем больше, как бы, люди будут его употреблять. И тут я не только говорю о форме, но и о самого контента, что он должен, и самих СМИ, они должны быть, ну, слушатели и зрители, употреблители этого контента, они должны, должны, как бы, доверять этому СМИ. Это тоже очень большое, как бы, ну, этому очень большое, как бы, ну, влияние. Влияние. Верим мы этому СМИ или не верим, да? И поэтому тут очень много этих ракурсов, с которых мы должны смотреть, чтобы удержать наше, это информационное поле. Да, вот подтверждение того, что вы сказали, недавно ведь мы знаем, что Латвийское телевидение новую студию открыло, да? И там была обозначена, это не секрет, никакой стоимость вот создания всего этой мультимедийной вот этой студии, современной 900 тысяч. То есть, мы можем себе представить, какие вообще расходы, кроме студии, на производство новостей, на организацию всего этого процесса. То есть, это очень-очень большие вложения. Да, ну, и если мы смотрим, что, например, какой наш рынок, да? Сделать студию, да, это почти, ну, как бы, вот общественное телевидение потравило почти миллион евро. Ну, этот вопрос, да, могут ли, какие у нас есть коммерческие СМИ, которые могут тратить такие, сделать такие вложения? И чтобы просто слушателям было бы ясно, этот, как бы, или виднее, просто две цифры, да? Это было в прошлом году наш рынок, на рекламный рынок был 68 миллионов евро. Это весь рынок, от которого, как бы, ну, радио, телевидение, интернет, пресса. И эти деньги идут не только СМИ, но и рекламное агентство, и всем всем, которые в этой индустрии работают. И тогда у нас была возможность увидеть данные того, какой рекламный рынок или какие деньги от Латвии уходят в Facebook и Google. и это было больше, чем 220 миллионов. Фантастика. Это то, что как раз хотел у вас просить, да. Ну, и вот сравните. Весь наш рынок, все наши СМИ в этом рынке у них 68 миллионов, у Facebook и Google две компании, у них 220 с чем-то. Не говоря еще о других глобальных игроках, да? Да, да. Это только эти две компании. Эти две компании, да. А налоги они в Латвии не платят, так я понимаю, да? Нет, нет. И там есть, ну, конечно, чтобы было корректно, какая-то часть денег, которая идет в Facebook и Google, она, конечно, идет от тех латвийских компаний, которые, ну, экспортируют свои услуги. Услуги, да. Но все равно эта часть, которая, она, ну, даже если это половина, даже если это половина, все равно в Facebook и Google, в Латвии у них рынок на два раза больше, дважды больше, чем весь остальной рынок латвийских СМИ. Ну, и просто это показывает эти, ну, ситуацию, как бы, где мы находимся. И, как бы, нету такой, как бы, мы не видим, что это может поменяться на какую-то другую сторону, и что наши СМИ сейчас начнут зарабатывать, как бы, какие-то больше, или этот рынок станет больше. Ну, даже если он станет, ну, это будет очень маленький процент, и это не гарантирует возможность развития наших СМИ. Да, вот интересно, вот мы немножко так подступаем медленно в нашем разговоре именно к телевидению. Вот как вы вообще чувствуете, есть ли, достаточно ли конкуренции сейчас вот на телевизионном рынке Латвии? Я имею в виду, с точки зрения латвийских наших каналов, я не говорю сейчас про российское телевидение, да, российские каналы, вот в Латвии достаточно конкуренции, потому что один момент, мы помним, наверное, 90-е годы, начало 2000-х, вот если мы смотрим и по количеству вот новостных продуктов на латышском и на русском языке, ну, было достаточно, мне кажется, конкуренции, да, мы вспомним, что были там новости информационной передачи, кроме ЛТВ-7, было ЛТВ-5 и что-то делало ЛТВ-3, другие каналы, которые там были на рынке. Сейчас, как мы видим, ну, практически конкуренция сведена до минимума. Ну, она сведена до минимума, но она сведена, ну, да, потому что рынок просто маленький и нету возможности развития этого контента. И мы, как видим, если мы смотрим такой перспективы на последние, получается, там 5-7 лет, ну, очень много локального контента, как бы, или локальных программ закрылись. И, конечно, если мы говорим, как бы, из этого ведок, да, отзывая, и без позиции многообразия СМИ, многообразия, и, конечно, конкуренция очень малая. Ну, тут нету, как бы, вопросов. Но, конечно, будем реальны, наш рынок, как бы, он не может даже поддержать, у него нет возможности этого конкуренции, как бы, сделать побольше. Так что, единственное, да, ну, и особенно без конкретного помощи от государства. Да, вот что касается русского вещания, я знаю, что и ваша ассоциация вот к этому тоже привлекла внимание. Ну, на сегодняшний день на русском языке, на телевидении, да, вот я имею в виду сейчас на русском языке именно как латвийский контент, мы имеем только вот LTV7, которое удалось все-таки сохранить вот эти короткие новости, потому что, я так понимаю, был план вообще все перевести в интернет-вещание, и еще есть на RTVI, да, вот такие короткие новости на русском языке, но RTVI при всем уважении никак его не назовешь ни латвийским каналом, там нет никаких ни латвийских инвесторов, да, я так понимаю, что только что, вот, естественно, журналисты местные, да, вот как, на ваш взгляд, можно выйти из этой ситуации, или, может быть, действительно, ну, государство, скажем так, уже отчаялось или махнуло рукой и сказало, ну, а что делать, все равно значительная часть русскоязычных будет смотреть российские телеканалы, не знаю, РТР, НТВ, что там, Первый канал, и бессмысленно вообще что-то стараться делать, вот ваше ощущение? Это всегда был вопросом политики. Мы помним уже, это был, не знаю, 2014 или 2015 год, когда ТВ-5 закрылась, это уже тоже был вопрос политики и вопрос того, что этот локальный контент, он очень дорогой. И мы, как бы, у нас нету возможности его, как бы, ну, делать, исходя из тех ресурсов, которые находятся в рынке. И много лет уже мы об этом говорили и спрашивали государству, дайте, пожалуйста, коммерческим СМИ какие-то, ну, скажем так, ресурсы, чтобы мы могли сделать контент для русскоязычных жителей Латвии. И всегда политически это был очень такой, ну, синициативный вопрос. И все время, ну, как бы, не было такой государственной политики, да, мы это будем, как бы, одобрять. И, ну, и сейчас, конечно, в ситуации ковида и в ситуации этой, и тоже, исходя из ситуации национальной, национальной этой, дрожь ибо как это, безопасности, ну, мы видим, что эта политика, ну, как бы, ну, с нашей точки зрения, как бы, неправильная. У нас реально люди, как бы, живут в двух разных информационных пространствах. И это, как бы, ну, да, это разделяет, как бы, общество. Ну, с другой стороны, это еще и реальность, понимаете, это сложно баловаться с реальностью. Нет, сложно, но по-любому, ну, только что была дискуссия, и ваши коллеги из других СМИ поставили, ну, как бы, не то, что поставили, а рассказали просто две ситуации. Например, когда вот сейчас были эти учения в Замисардзе, Снэбет армии, эти были учения здесь в городе, да. Ну, там, кстати, вместе с Замисардзе тоже, да. Там, да, и, ну, как бы, в латышских СМИ подробно об этом рассказывали, эта информация везде была, и, как бы, ни для кого это не было большим сюрпризом, что здесь, например, в городе будут гулять там вооруженные люди. Ну, как бы, все знали. И даже стрелять этими, ну, холосы и патроны. Да, и все, как бы, это понимали, и там не было вообще дискуссий. То, что нам ваши коллеги из других СМИ рассказывали, что вот в русскоязычном медийном пространстве... Это информации было очень мало. Очень мало, да. И никто не... ну, ладно, никто неправильное слово, но многие люди просто не знали об этом. И поэтому, конечно, была всякая... Потом шла информация, что происходит, никто ничего не знает. И это дает, как бы, почву развивать всякие теории, заговоры, все-таки, да. А потом кричат, вот видите, Россия это использует. Подождите, а кто в этом изначально виноват? Кто не доработал, я так дипломатически говорю, да? Ну, не просто... Я сейчас не буду судить, кто что не доработал, но просто это очевидно показывает, что... Два информационных поля, да? Да, два информационных поля, и эта коммуникация должна быть... Это ведь такой пример можно и с вакцинацией сейчас, вот наглядные привести, и все то же самое? То же самое, и это был второй, да. Второй пример, что ваши коллеги рассказывали, это была вакцинация, что тоже... Ну, в принципе, то же самое. Там есть другой взгляд, что насчет там вакцинации процесса как таково, потом еще вакцинации, там, какая это вакцина там, или спутник, или что-то другое. Но там есть тоже абсолютно другой взгляд. И была коллега Зайга Пуца из... Фонда интеграции. И фонда интеграции, да. Она очень хорошо, по-моему, сформулировала, или сказала, что нужно делать эту интеграционную политику на базе информационного пространства. Чтобы не разделять его, а вот стараться сделать так, чтобы мы были и русскоязычные, и латыши, и другие язычные люди здесь, которые живут в Латвии, у них было единое это информационное пространство. И тогда, конечно, у нас могут быть всякие взгляды на какие-то процессы в истории и вообще вокруг света. Это другой вопрос. Это другой вопрос. Но как бы у нас было-то информационное пространство, где мы как бы все вместе в нем живем, мы все видим, что здесь происходит, как здесь происходит. И это всем дает возможность лучше понять и сделать свои какие-то выводы и дальше как-то реагировать. А если какая-то часть общества живет в другом информационном пространстве, и они, например, об этих учениях узнают не от наших СМИ, но узнают от российских СМИ, которые уже эту информацию поддают с каким-то фоном, очень конкретным фоном. Но тогда ясно, что если они долго живут только в такой информационной среде, у них и мышление другое меняется. И вот это то, что мы должны идти на объединение этого информационного поля. И то, что нам кажется, кажется, тоже неправильное слово, но это должно быть... Здесь очень важный момент будет того, будет ли, если кто-то делает этот контент на русском языке, будет ли этот контент делан так, чтобы ему доверяли. и что мы тоже там как бы там в среде СМИ все понимают, что этот контент его могут сделать только те люди, которые живут в этой среде, чтобы... потому что они понимают, как... ну все эти... ну как бы, не знаю, отношения этих людей, где их проблемы. И... ну поэтому тут очень много всяких вопросов, но по-любому их всех можно решать, это все можно делать. и если уже сейчас есть какая-то дебата на том... на этот вопрос, что надо и давать как бы деньги для русского язычного контента здесь в Латвии, чтобы он делался, тогда это означает, что уже эти вопросы как бы... ну они... они есть. Если раньше об этом в политике не говорили... Не говорили, да. Так сейчас... я не знаю, как этот разговор сейчас кончится, может быть, он тоже кончится ничем, но по-любому этот разговор уже есть. Это самое главное, что он начинается. И просто... и то, что я хочу сказать, что коммерческие СМИ сейчас тоже очень думают об этом, но не в таком контексте, что... конечно, каждая... думают о своих возможностях как бы достичь эту публику. Но мы сейчас как бы коммерческая ассоциация и коммерческие СМИ думаем о каком-то таком проекте, где все коммерческие... Ну ладно, не все, но большая часть наших СМИ как бы работала вместе, потому что наши возможности достичь эту аудиторию гораздо больше, чем она у государственного... Нет, ну, сабериско, как это... Общественного. СМИ, да. Потому что у коммерческих СМИ есть аудитория. И в телевидении, и в радио, и в интернете. И просто... Ну, она должна решаться сразу две задачи минимум, да? Это, во-первых, все-таки это коммерческая, она должна как-то вот выживать и получать прибыль, с одной стороны. И с другой стороны предоставлять интересный контент, да, чтобы люди смотрели или слушали. Да. И если мы говорим о ресурсах, то, конечно, что это будет очень трудно сделать, если государство не поможет. Но насчет контента, как таково, мы очень хорошо понимаем, что мы не можем как бы конкурировать с большими шоуами, фильмами, которые делаются в России или в Америке, или в любом месте. Это мы не можем. Но то, что они не могут, они не могут делать локальный контент. И, конечно, все жители Латвии, ну, они хотят, пусть они говорят, что они хотят, любой латыши, они все-таки хотят узнать, что здесь происходит. Да, они хотят знать, что здесь происходит. Мы все как бы хотим чувствоваться, что мы здесь живем, что мы знаем, что здесь происходит. И эта информация нужна всем. и то, что тоже коллеги, когда не только как бы радио отдельно, телевидение, пресса или интернет отдельно, но когда мы садимся за круглый стол и говорим, как мы работаем и что мы видим, тогда это очень ясно, что есть у людей реальный интерес насчет локального контента. Им это интересно и они его как бы ищут. Конечно, если не находят, тогда они употребляют другой контент, но у них есть этот интерес и поэтому, если есть интерес, тогда нужно и как бы, ну, просто по этим правилам рынка, если есть спрос, тогда надо и делать предложение. Предложение. Вот, может быть, уже так вот быстро время эфи у нас подходит к концу, но вот все-таки в завершение такую, может быть, еще мысль мне кажется, что, я понимаю, что это вам, наверное, тяжело, как одной общественной организации эту мысль, ну, как бы провести через властные структуры, что надо менять, мне кажется, вот парадигму отношения, ну, не знаю, к вещанию на русском языке, да, это ведь не против государственного языка, это не ослабление позиции государственного языка, как отдельные политики пытаются представить, это просто предоставление информации на удобном языке определенной категории людей. Не знаю, я бы это сопоставил, может быть, это вульгарно звучит, сопоставил бы, не знаю, с доставкой продуктов на дом, но это просто удобство, да, это ни в коем случае не против государства, там, ни в коем случае, там, не против латышского языка, вот если так на это посмотреть, что государство само заинтересовано, чтобы люди знали, что здесь будет учение, что вот здесь можно получить бесплатно вакцину, что, а ведь заражение происходит вне зависимости от того, на каком языке человек говорит, да, вот мне кажется, что вот так нужно это посмотреть, а не с точки зрения того, а мы говорим на русском, это что, мы там России подыгрываем, или мы не хотим признавать, что у нас один государственный язык, или это там, не знаю, мы сами ослабляем свои национальные позиции, мне кажется, надо вот чуть-чуть по-другому на это посмотреть, с практической точки зрения. Вот это и есть то, что я говорил, это что коллега там, как это, сформулировала, интеграция на информационном, на едином информационном поле. Вот об этом идет речь, а не о том, что мы там против чего-то, или да. Это, ну, как бы, наверняка для, я так полагаю, что для каких-то политиков, с одной и с другой стороны, это очень... Это выгодно, но если мы смотрим так человечески и реально, это невыгодно никому, ну, как бы, это разделение общества. И не только, чтобы эти люди, как бы, которые, ну, это тоже, ну, не только, чтобы русскоязычные были информированы, но если мы смотрим, ну, информированы о том, что происходит здесь. В стране, да. В стране. Но если мы смотрим с точки зрения, как бы, государства и этих, этой демократии, мы все, как бы, мы все должны, у нас, мы должны быть вовлечены, вовлечены, Мы должны быть вовлечены, и у нас, ну, в каких-то фундаментальных позициях, у нас должно быть единое понятие о том, что это такое демократия, что это такое общество. и тут не разделяется один язык, другой язык. Мы все члены этого общества, и чтобы это общество, это государство могло функционировать и развиваться, мы все, как члены общества, все должны соблюдать какие-то, ну, скажем, правила, мы должны быть на, мы должны видеть какую-то цель, все должны идти на эту, конечно, у нас могут быть всякие индивидуальные, там, понятия, и, ну, это, это абсолютно нормально, мы же все, как бы, ну, персон, ибис, и личности, это все, все, все правильно, что мы можем дискутировать, и как лучше, и что делать, но у нас должен быть какой-то общий, общий понятие того, почему мы здесь, и куда мы идем, и если часть общества, как бы, живет в другом информационном пространстве, и у этой части общества, как бы, ну, другие понимания, тогда и эти, эти все, не знаю, конфликты, не конфликты, но это разделение, как бы, происходит, поэтому эта интеграция на какой-то, ну, общей, платформе, скажем, да, это очень важно, и я, ну, я надеюсь, что, постепенно удастся это как-то поменять, удастся это поменять, и что не только, как бы, эксперты, СМИ, эксперты, не знаю, политологи, и все эксперты, как бы, не только эксперты, но и политики это поймут, и какие-то, ну, продвижения в эту сторону будут происходить. Да, вы абсолютно правы, и вот, ну, как бы, в завершении, вот то, что вы и сказали, да, ну, происходит, пример, учение, да, вот как один момент, ну, значит, должно быть просто понимание у тех, кто все это организуется, что так, почему это организуется, нужно как можно больше дать шире информации, и на этом языке, и на этом, может быть, мы еще просто до этого не дошли, но мы понимаем, что все-таки мы страна Европейского Союза, у нас уже, может быть, небольшой процент, но все-таки есть люди, которые говорят на английском языке, к примеру, и, наверное, мы в стране Европейского Союза через какое-то время придем, что, может быть, надо давать информацию на английском языке, правильно, не только там на латышском и русском, но еще и на английском. Ну, например, что-то тоже только что коллеги рассказывали, ну, в Литве, например, у них очень большая диаспора польская, и у них есть много контента на польском языке, чтобы тоже эти люди как бы лучше воспринимали то, что происходит в Литве. Так что это просто нормальное отношение к своим жителям. Это только сплачивает общество, не раскалывает, по-моему, сплачивает, да. Спасибо большое за эту беседу. Ну, будем надеяться, действительно, такое понимание придет. В конце концов, все мы в одной Латвии живем, так что надо договариваться. Спасибо большое. Спасибо вам. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова